Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Совместные проекты. В Москве подписано соглашение о сотрудничестве правительства Республики с государственной корпорацией «Ростех». Продукты первой необходимости. Чувашия получила субсидия на стабилизацию рынка зерна и хлебобулочных изделий. Великолепная пятерка и вратарь. Завершились республиканские соревнования «Золотая шайба». Глава Республики Олег Николаев находится с рабочей поездкой в Москве. В рамках встречи с генеральным директором государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемизовым было подписано соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие экономической и социальной инфраструктуры региона, реализацию совместных проектов в области цифровых технологий. Соглашение подписывают глава Чувашской республики Олег Алексеевич Николаев и генеральный директор госпорпорации «Ростех» Сергей Викторович Чемизов. «Ростех» признанный лидер новаций в научно-технической и производственной сфере. Корпорация – участник масштабных инвестпроектов во многих регионах страны. Республика тоже нуждается в притоке капитала. Речь идет о внедрении в инфраструктуру городов и районов современных цифровых технологий. Они должны работать в области энергосбережения, защиты окружающей среды, здравоохранения. Что касается медицины, то в республике начинается строительство новых медучреждений. Это прежде всего республиканская клиническая больница с инфекционным корпусом и родильным блоком, которые позволят людям получать и высокотехнологичную помощь. А самое главное, что будет возможность это многопрофильное учреждение очень быстро переориентировать в зависимости от изменяющейся эпидемиологической обстановки в республике. В ходе встречи обсудили сотрудничество и в других направлениях. Это создание единого цифрового контура, который поможет обеспечить контроль за дорожным движением. Речь идет прежде всего о контроле за потоком грузового автотранспорта через создание автоматических рамок весового контроля по контуру Чувашской республики. Потому что на сегодняшний день мы фиксируем достаточно большое количество грузового транспорта, который, объезжая систему Платон, едет по республиканским дорогам, разрушает их и доставляет массу неудобств жителям населенных пунктов, районных центров, по которым эти дороги проходят. За счет создания такого центра мы, с одной стороны, можем эту ситуацию контролировать, ну и, конечно же, эти потоки перенаправлять. А в случае нарушения фиксировать и наказывать такого рода нарушителей. Инесса Потапова, Андрей Шоклев, Республика. Назначен новый вице-премьер правительства Чувашии. Им стал Павел Данилов. Новый вице-премьер родился в 1974 году в Чебоксарах. Окончил Российский экономический университет имени Плеханова. Работал заместителем мэра Чебоксар по экономике и финансам. Возглавлял подвязанственное Минсельхозу России федеральное учреждение. В конце 2016 года стал руководителем проектной дирекции Минстроя России. Как сообщает Правда ПФО, в правительстве Чувашии Данилова поручили курировать строительство и транспорт, в частности, контролировать работы по федеральной трассе М-12. Очевидно, что коронавирусную инфекцию с трудом, но все-таки удается сдерживать на определенном уровне. За последние несколько дней даже наметился некоторый спад. Сегодня заболевших 95-90 смогли победить болезнь. Если такая тенденция продолжится, то можно говорить, что республика вышла на так называемая плата. Дают результаты ограничения по посещению кафе, ресторанов, соблюдения масочного режима. Кроме того, действенным способом предотвратить коронавирусную инфекцию является вакцинация. На прививку можно записаться несколькими способами. Через портал госуслуг, позвонить в поликлинику или на единый номер 122. Как в Чувашии работает горячая линия в нашем репортаже. Оператор горячей линии Миздравович, здравствуйте, оператор Виктория. Десять операторов круглосуточно принимают звонки от жителей республики. Виктория Никитина учится на медицинском факультете и в свободное от учебы время работает здесь. Во время пандемии она не могла остаться в стороне. Плюс ко всему, это дополнительная практика для будущего медика. Чаще сейчас начали звонить запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Больше звонит взрослое население, которое постарше. 122 – единый номер по всей России. Функционал организован на базе горячей линии Минздравовой республики, которая работала и прежде. Для сравнения, в 2019 году по телефону позвонили 5,5 тысяч человек. В прошлом было 40 тысяч звонков. А за неполный месяц нового года операторы смогли обработать уже более 5 тысяч обращений, в основном связанные с коронавирусом. Для облегчения подачи заявок организована голосовая поддержка, так называемый голосовой помощник на горячей линии, который без участия оператора позволяет выяснить какие-то вопросы интересующие населения. Например, узнать результаты анализов на COVID-19, записаться на вопросы по обезболиванию. Операторы, несмотря на медицинское образование, не дают консультаций. Их главная задача – обработать звонок и направить заявку в соответствующую больницу или поликлинику. И там уже врачи решают на месте. Татьяна Молокова, Георгий Кривошейн, Республика. Для стабилизации цен на хлебобулочные изделия переработчики Чувашии получат свыше 60 миллионов рублей. Напомним, что в конце 2020 года Минпромторгом и Минсельхозом России было принято решение заморозить цены на ряд социально значимых продуктов до 1 марта этого года. Резкий скачок закупочных цен на зерно произошел в декабре прошлого года. Хотя урожайность 2020-го показала рекордные результаты, не все собранное зерно оказалось качественным. Отсюда повышение спроса, как и следствие цены. Качественного зерна для выпечки хлеба, где калековина 23% и выше, не хватает. Мы возим с Ульяновской, с Кировской, с Марийской, с Нижегородской областей зерно. Ну и зерно тоже цена такая, что в пределах от 15 рублей 90 копеек за килограмм до 16 рублей 40 копеек. Такой цены в последнее время у нас и вообще в республике такой цены не было. У нас с октября, с начала октября месяца цены на муку не поднимались. Стару по 2 килограмма у нас, вот эта упаковка 2 килограмма, 52 рубля реализационная цена у нас. Ну в сетевых магазинах можете сравнить, это за 70 рублей. Социально значимые предприятия, которые производят муку в прошлом году из регионального бюджета, уже получили около 20 миллионов рублей компенсации. В этом году каждое мукомольное предприятие может рассчитывать на компенсацию в виде 2000 рублей за каждую тонну закупленного зерна. С этого года уже такая форма поддержки появится на федеральном уровне, уже появилась. До нас все правила довели, буквально сегодня и завтра в Чувашской республике тоже все правила будут приняты. Для стабилизации цен на хлеб Чувашской республики трансфертов будет выделено 62 миллиона 315 тысяч рублей. Здесь уже эту поддержку получат и мукомола, и хлебопекарные предприятия. Субсидии для предприятий станут настоящим спасением, так как ситуация сможет нормализоваться только при сборе следующего урожая. Материальную помощь получат как крупные заводы, так и малые производства. Для этого необходимо предоставить в Минсельхоз Чуваши необходимые документы. Ольга Семенова, Сергей Копеев, Дмитрий Салманов, Республика. В нашем эфире мы уже рассказывали про жилой дом в Ядрине, у которого частично обрушилась кладка. Благодаря теплой погоде управляющей компанией Ядрин Жилремсервис удалось быстро восстановить фасад, но проблема осталась. Теперь за состоянием дома тщательно следят сотрудники управляющей компании. Однако жильцы проблемного здания сомневаются в прочности и качестве ремонта, так как трещины остались на месте. Напомним, что сам дом с 2017 года числится в списке аварийных, в квартирах сыра. Сейчас вопросом переселения ядринцев из ветхого жилья занимаются в прокуратуре. По результатам проверки, проведенной прокуратурой Ядринского района еще в апреле прошлого года, принято решение о направлении в суд искового заявления, в котором мы требуем от органов местного самоуправления предоставить жителям данного дома новые, благоустроенные и отвечающие всем необходимым требованиям жилые помещения. А старый многоквартирный дом попросту говоря снести. В настоящее время данное исковое заявление находится на рассмотрении суда. Отмечаем, что в данном доме проживает 44 человека в 16 квартирах. В 22-й столичной школе появился военный вертолет Ми-8. Это не просто ценный экспонат, а целый интерактивный музей и образовательная площадка под открытым небом. Ми-8 – советский вертолет, разработанный в начале 1960-х годов. Входит в список самых массовых вертолетов в истории авиации. Широко используется во многих странах мира для выполнения гражданских и военных задач. Раньше принадлежал Федеральной службе безопасности. Участвовал в боевых сражениях и контртеррористических операциях. Такой ценный подарок 22-й школе сделал наш земляк, герой России, генерал-лейтенант Николай Федорович Гаврилов. Школа номер 22, в которой есть несколько кадетских классов, уже больше года носит его имя. Сегодняшний день у нас начался с того, что все дети пришли сначала, отметились на этой площадке, побежали сюда. А потом уже пошли в школу. И столько было радости, столько было оваций, столько было… Вы знаете, это не передать словами. Вот ради этого, конечно, мы и работаем. С одной стороны, вертолет пополнил музейный комплекс школы, а с другой – стал уникальной образовательной площадкой, которой смогут пользоваться ученики всех школ столицы. А в кадетских классах появится новое направление в обучении – авиационное. Здесь дети будут заниматься в том числе и по изучению вертолетного дела. В ближайшей перспективе у нас заключение договора между 22-й школой и высшим военным училищем летной направленности для того, чтобы наши выпускники знакомились с летным делом и по возможности поступали уже после 11-го класса в высшевоенное учебное заведение. Мы хотим обеспечить действительно доступ свободный всех школьников, в кадет, в первую очередь, для того, чтобы они видели, проникали в том числе и летным делом. Надо отметить, что в городе Чебоксар, в администрации города Чебоксар уделяется большое внимание патриотической деятельности. В феврале во время традиционного месячника оборонно-спортивной работы к этой теме вернутся еще раз. На уроки приедет герой России Николай Гаврилов, Татьяна Трофимова, Семен Антонов, Республика. Выходные могут быть насыщенными, полными впечатлений или спокойными, неторопливыми. Объединение Чебоксарской библиотек предлагает горожанам странные выходные. Но это не то, о чем мы подумали. Дни семейного отдыха в библиотеках на целый год запланировали все 17 библиотечных филиалов. Тема, которая объединит детей и взрослых, сделает выходные одинаково интересными для всех. Путешествия. Проект «Странные выходные» построен как раз вокруг разных стран. Каким он будет, решали в процессе мозгового штурма. Планируется, что раз в месяц выходные дни будут тематическими, посвященными какой-либо стране, ее культуре, традициям, общественным отношениям. Маршрут на ближайший уикенд уже выбран. 28 февраля у нас будет семейный выходной, посвященный Англии. И все, что с Англией связано, естественно, это Гарри Поттер, естественно, это Винни-Пух, это Битлз, это Королева, это Биг Бэн, это будка телефонная. Все это будет у нас представлено в нашей библиотеке. Будет организован чемпионат по футболу на нашем интерактивном столе, будет организован чемпионат на знание английского языка. Мы ждем наших гостей. Своеобразным турбюро станет обновленная библиотека имени Валентины Чаплиной. Она небезосновательно претендует на звание клуба по интересам. Кроме чтения, здесь представлены десятки других видов полезных развлечений. К примеру, папы с сыновьями смогут сразиться в настольной игре, или посетить интерзал виртуальной реальности и программами для моделирования. А мамы с дочками смогут повеселиться в музыкальном салоне, или получить новые знания от спикеров в каворкинг-зоне. Для бабушек и дедушек работает центр помощи пожилым, где им помогают разобраться в современных гаджетах и другие занятия. Отрадно видеть, что в этой библиотеке происходит такая активность, и активность не просто какая-то вот разовая, она перерастает в динамику, она перерастает в традиции, она перерастает в какую-то тенденцию, которая привлекает окружающих людей, население этого района, да не то, что этого района, а всего города. Именно здесь благополучно разрушаются стереотипы о библиотеках, как о каком-то реликте, оставшемся со стародавних времен. Всего за месяц работы библиотека имени Чаплиной стала местом силы для всех, кого привлекает интеллектуальный досуг. Екатерина Шиверова, Игорь Зверев, Республика. В Чувашском академическом драматическом театре имени Константина Иванова состоялся юбилейный вечер заслуженной артистки Российской Федерации, народной артистки Чувашской АССР Любови Владимировны Федоровой. Любовь Федорова – актриса огромного творческого диапазона. Ее невозможно не заметить в любой роли. Зрители помнят ее в «Грозе» Островского в роли Катерины, в «Осеннем саду» Хелман в роли Нины, тетушка Праски дочку выдает Чабанова в роли Елюны и других. Артистки подвластны как остросюжетные, так и драматические роли, которые всегда находят живой отклик у зрителей. Поздравили Любовь Владимировну земляки, многочисленные друзья, коллеги, почитатели творчества. Мы ее очень сильно любим, уважаем. Ее роль тоже интересует нас. Очень смешные роли играет. И бывают еще и такие печальные роли, которые жизнь свою показывает. Очень красивая артистка. Мы ей здоровья желаем. Еще много-много нас радует. «Мужчина и женщина» – так называется новая программа Чувашской государственной академической симфонической капеллы. Что легло в основу создания музыкального калейдоскопа, расскажет Юлия Важенина. Мишель Легран, Астр Пьецола, Кенни Джи, Стинг. В концертной программе прозвучат произведения классиков и современных композиторов. В их основе вечная тема отношения мужчины и женщины. Это всем близко, каждому человеку. И эта программа, знаете, она хороша тем, что каждое произведение несет в себе воспоминания каких-то отрезков в своей жизни. Любой творческий коллектив, прежде всего, должен быть ориентирован, я считаю, это, прежде всего, образовательный уровень и просвещение. Я, как художественный руководитель, конечно же, за концертной программой очень внимательно мы следим и, конечно, вместе рассматриваем. Королеву оркестра так называют скрипку. В симфоническом таких инструментов треть. Светлана Соколова играет на скрипке вот уже 21 год. В оркестре она с самого основания. Именно скрипка, она раскрывает душу человека. Это вот как человеческий голос. Ты вот поешь, и скрипка точно так же поет. Вот она по-своему, разными тембрами, и высоко, и низко. Узнали мелодию? Много лет назад фанаты сериала «Санта-Барбара» бежали к телевизору, только услышав первые ноты заставки. Именно с этого сериала и началась любовь Константина Маркетанова к трубе. Меня вот это вот забораживало в те вот 90-е годы. И я вот, когда слышал трубу, я подумал, очень красивый инструмент, тоже хочу на нем научиться играть, вот. И решил научиться играть. Вот до сих пор играю. Кстати, у Константина вся семья музыканты. Папа, мама и сестра играют на скрипках, жена – вокалист. В оркестре здесь я работаю уже где-то 8 лет. Сколько играю вообще в жизни очень долго, всю жизнь, с 12 лет. Сейчас мне 40 лет, вот считайте, сколько. Всю сознательную жизнь почти 28 лет получается. Сейчас репетиции идут полным ходом, зрителей ждет много новых произведений. А уже 28 января в стенах Чувашского государственного театра юного зрителя имени Сейспеля вновь зазвучит музыка. Юлия Важенина, Сергей Копеев, Республика. В Чувашии участились случаи появления диких животных в населенных пунктах, в частности, в городах. Как поступать в таких ситуациях, советуют специалисты Минприроды. Это связано, в первую очередь, с увеличением численности основных видов охотничьих животных. За последние несколько лет численность копытных, лося, косули у нас на территории республики увеличена. И тем самым звери начали посещать свободные места, где раньше не было данных видов. Также это связано с тем, что люди начали массу посещать лесные массивы, где обитает лось, косуля, кабан. И тем самым выдавливают из этих мест обитания. Если вы увидели зверя, пройдите мимо, то есть не преследуйте, никаких резких движений в сторону зверя не делайте, не машите руками, а незаметно удалитесь от дикого зверя. Великолепная пятерка и вратарь. В Чебоксарах прошел финал республиканского этапа всероссийских соревнований «Золотая шайба». Среди хоккеистов старшей возрастной группы. На льду встретились команды «Яльчики» и «Кристалл» из Вурнарского района. Игра началась с активной атаки вурнарских спортсменов. И первый гол не заставил себя ждать. Правильная тактика и хорошая игра в защите дали преимущество команде «Кристалл». На протяжении всех трех периодов юные хоккеисты с завидной регулярностью забрасывали шайбы в ворота соперников. Поэтому итоговый счет 6-0 в пользу вурнарцев не стал неожиданностью. Мы еще с самого начала, когда только приехали, узнали, что мы выиграем. У нас была дисциплина хорошая, мы играли через пас. И не было всяких обрезов, ошибок. Но ошибки были, но их было немного не так, как у команды соперников. Чемпионам вручили кубки, медали и грамоты. Однако отдыхать некогда. Впереди всероссийский этап соревнования. А значит и каждодневные тренировки. Ольга Семенова, Юлия Адюкова, Сергей Копеев, Республика. Это были главные новости вторника 26 января. До свидания.